Добрый день, добрый вечер уже, уважаемые коллеги. Позвольте представить тему моего доклада. Это цитогенетические и молекулярно-генетические характеристики лимфом у детей и прогностические дифференциальные диагностические маркеры непосредственно на примере лимфомы Ходжкина. Лимфома Ходжкина, безусловно, является одной из самых часто злокачественных патологий среди детей и подростков. И основной признак этой лимфомы является наличие мононуклеарных клеток Ходжкина и многоязерных клеток Березовского Рича Трёнберга, которые обнаруживаются при микроскопическом исследовании пораженных лимфатических узлов. Безусловно говоря, о лимфоме Ходжкина нельзя не остановиться на том, что золотым стандартом в диагностике данной лимфомы является получение адекватного гистологического материала. И первым диагностическим этапом является исследование лимфатической системы с целью определения показаний и целесообразности проведения именно эксцезионной биопсии лимфатических узлов. Именно эта биопсия является стандартом в первом этапе диагностики лимфомы. Абсолютными показаниями для биопсии лимфатических узлов является увеличение лимфатических узлов более 3 см, а также которое сопровождается лимфоспецифическими симптомами и изменениями лабораторных показателей. Кроме того, висцеральная лимфоаденопатия также является абсолютным показанием для биопсии, для верификации патологического процесса. Но что же делать, если лимфоаденопатия носит диссеминированный характер? Прежде всего, необходимо уделить внимание наиболее раннему по времени появления лимфатическому узлу, которая имеет наибольшие размеры и является безопасным и удобным с точки зрения хирургического вмешательства. Стоит воздержаться от биопсии лимфатических узлов, которые находятся в паховых областях, и желательно не выполнять биопсию в местах сопровождающихся выраженной воспалительной реакцией и изменениям кожных покровов. Гистологические варианты и иммунофенотипические особенности лимфомы Ходжкина. Лимфома Ходжкина представляет собой два варианта. Это классическая лимфома Ходжкина и нодулярное лимфоидное преобладание. Классическая лимфома Ходжкина подразделяется на четыре варианта. Это нодулярный склероз, межноклеточный вариант. Классическая лимфома Ходжкина с богатым количеством лимфоцитов. И самое редкое – это лимфоидное истощение. Все эти варианты имеют одинаковый иммунофенотип. Для них характерна мембранная цитоплазматическая реакция CD30 и CD15, слабая ядерная экспрессия Pax5. В некоторых случаях в патологических клетках обнаруживается вирус Эпштейна-Бар. Див-диагностическим маркером, позволяющим дифференцировать классическую лимфому Ходжкина от надулярного лимфоидного преобладания, является отсутствие экспрессии CD3 и CD45. Див-диагностика между классической лимфомой Ходжкиной и диффузной Б-крупноклеточной лимфомой является отсутствие экспрессии Б-клеточного транскрипционного фактора. Безусловно, иммуногистохимическому исследованию должны подвергаться все случаи лимфомы Ходжкина, даже если нет вопросов по данным световой микроскопии. В настоящее время лимфома Ходжкина является одним из самых высокоаккурабельных заболеваний, злокачественных процессов детского возраста. И существует 4 основные исследовательские группы, благодаря деятельности которой удалось добиться столь потрясающих результатов. Однако, все же 15-20% пациентов погибнут в результате рецидива либо рефрактерного течения лимфомы Ходжкина. И с течением времени наблюдения за пациентами стали регистрироваться поздние побочные эффекты лечения. В частности, в исследовании, опубликованном в 2015 году, вошло порядка 740 человек. Из них 260 человек погибли, 106 человек от непосредственно прогрессирования заболевания и рефрактерного течения, а 120 человек погибли в результате развития поздних осложнений предшествующей терапии. Таким образом, необходим поиск новых подходов лечения лимфомы Ходжкина, как рефрактерных, так и терапии первой линии. Для того, чтобы понять направление современной терапии лимфомы Ходжкина, необходимо вернуться непосредственно к ее морфологическому строению. Сама по себе опухоль является достаточно уникальной, поскольку сама злокачественная опухоль содержит всего 1% злокачественных клеток. Все остальное – это клетки реактивного микроокружения. Доказан тот факт, что злокачественные клетки лимфомы Ходжкина способны манипулировать микросредой, тем самым они реализуют свой злокачественный потенциал и прячутся от иммунной системы хозяина. На данном слайде в центре представлена как раз-таки опухолевая злокачественная клетка, а вокруг расположены клетки микроокружения – это неопластические клетки, клетки хозяина, которые непосредственно служат барьером между опухолевой клеткой и иммунной системой организма. Таким образом, это является подсказкой в определении терапевтических целей для создания новых подходов лечения лимфомы Ходжкина. И в настоящее время препараты разделяются на три группы. Это препараты, которые оказывают воздействие на саму опухолевую клетку, препараты, влияющие на микроокружение опухоли и на взаимодействие между опухолевыми клетками, на сигналы между опухолевой клеткой и микроокружением. Тот факт, что микроокружение опухоли является достаточно перспективным терапевтическим направлением, доказывает использование гемцитабин-содержащих режимов, в котором препарат гемцитабин влияет как раз-таки на клетки микроокружения опухоли. Данный режим химиотерапии является в настоящее время уже стандартом в лечении рефракторных лимфом Ходжкина. Основным терапевтическим направлением, достаточно успешным терапевтическим направлением является применение препаратов, которые оказывают воздействие непосредственно на саму опухолевую клетку, в частности это брентуксимаб, видотин. Это CD30 направленное моноклональное антитело, которое связывается на поверхности CD30 с рецептором, как опухолевых клеток, так и клеток микроокружения. В результате связывания антигена с антителом происходит конформационное изменение как самого рецептора, так и мембраны, и препарат проникает внутрь клетки путем эндоцитоза. Внутри клетки высвобождается активное соединение, которое взаимодействие с тубулином приводит к разрыву микроканальцевой сети, что запускает апоптос и гибель опухолевых клеток. В 2016 году были продемонстрированы исследования, которые подтверждают эффективность брентуксимаба в терапии рефракторной лимфомы Ходжкина. В исследование вошли 120 человек, и полной ремиссии удалось достичь у 34. Интересен тот факт, что у 13 из этих пациентов ремиссия сохранялась в течение 5 лет, и из них у 4 пациентов в качестве консолидации закрепления ремиссии после терапии брентуксимабом была использована аллогенная трансплантация, а у 9 пациентов аллогенная трансплантация не применялась, то есть терапии брентуксимаба было достаточно. Также перспективным направлением являются иммунотерапия, это применение препаратов антипеди-1 и антипеди-Л1. На данном слайде представлена эффективность неволумаба у пациентов с лимфомой Ходжкина. В исследование вошли 23 пациента с рефракторным течением лимфомы Ходжкина, в терапии которых уже применялся и брентуксимаб, и аутотрансплантация. У данных, среди них у 80% был достигнут, зарегистрирован ответ в виде достижения полной и частичной ремиссии, и практически 80% этих пациентов способны были удержать этот терапевтический ответ в течение 6 месяцев. Ну и третья группа препаратов, которые взаимодействуют непосредственно на сигналы между опухолевой клеткой и клетками микроокружения. Данные препараты пока активно не используются в терапии лимфомы Ходжкина. В заключении хочется сказать, что современными направлениями в терапии лимфомы Ходжкина все-таки продолжается поиск режимов лечения для первичных пациентов, которые бы обладали минимальным профилем токсичности, а также необходимо продолжать разработку новых подходов лечения в случаях резистентного и рефракторного течения заболевания.